Вопрос организации дистрибуции и построения отношений с дистрибуторами, пожалуй, один из самых непростых и конфликтных в рамках маркетинговой деятельности компании. Технологии дистрибуции относятся к так называемому трейд-маркетинг, который в свою очередь входит в состав BTL-коммуникаций. Как показывает мой опыт работы с клиентами компании МЭРМ, при всей очевидной важности данного направления работы торговой компании, именно ему уделяется минимальное количество усилий маркетингового подразделения. А технологии построения взаимоотношений с дистрибуторами сводятся к проведению обучающих или порой развлекающих семинаров и массовых программ, а также соперничеству между поставщиками в ценовой политике. Как эффективно выстраивать работу с дистрибуторами и каковы подводные камни данного маркетингового направления деятельности? Сегодня будем говорить именно об этом. Доброе утро. В эфире «Маркетинговая среда» и я, ее ведущая, Наталья Самойлова. А моя гостья – генеральный директор юнит-консалтинг Татьяна Сорокина. Татьяна, доброе утро. Спасибо, что приняли приглашение «Маркетинговой среды». Большое спасибо. Доброе утро. Всех рада приветствовать. Наталья, традиционно начинаем программу с Блиц-опроса. Это та часть программы, в которой вам придется отвечать только «да» или «нет» или выбирать один из предложенных вариантов ответа. Итак, вы относите работу с дистрибуторами к трейд-маркетинговым технологиям бизнеса? Нет. Маркетинговые технологии работы с дистрибуторами имеют один общий алгоритм для всех торговых компаний? Разный нет. Заметное снижение покупательского спроса влияет на технологии работы с дистрибуторами сегодня? Цена играет ключевое значение при построении отношений с дистрибуторами? Да. Выбор модели дистрибуции зависит от маркетинговых задач компании? Да. Производитель может или должен вмешиваться в работу дистрибутора с розницей? Да. Система организации дистрибуции брендированного и небрендированного товаров? Этметична? Нет. Спасибо. Итак, я задала вам вопрос в лице. Вы относите к работе с дистрибуторами к трейд-маркетинговым технологиям бизнеса? И вы сказали нет. А к чему вы относите эту деятельность? Деятельность более широкая, начиная с системы менеджмента. И действительно значительной части она имеет трейд-маркетинговую активность, но далеко ей не исчерпывается. Она гораздо шире получается. И охватывает какие зоны влияния, кроме менеджмента? Финансы, например. Чем дальше, тем больше запросов на то, чтобы выстроить экономически эффективную модель дистрибуции. То есть блок финансов, мы от него зависим полностью. Если нет у компании нормально поставленного управленческого учета, мы не сможем посчитать, во сколько нам обходится наша модель дистрибуции никогда. А можем мы с вами сейчас попробовать перечислить те направления деятельности, которые входят в компетенцию, допустим, менеджера или управленца, кто выстраивает работу с дистрибуторами? Компетенция – это, в общем-то, профессиональные качества, в первую очередь. То есть знание основ по действительно маркетингу, по любому дистрибуции. Один из P-маркетинга, один из четырех P-плейсмент, который, как правило, это называется. Дальше, действительно, это огромные чисто такие данные менеджерские по переговорным, управленческие данные по управлению временем, по, собственно, переговорам, потому что, как правило, любое согласование со сторонними партнерами, имеющими совершенно принципиально другие коммерческие цели, требует достаточно долгих периодов согласований и хорошо подготовленных специалистов в этом плане. Соответственно, опять же, возвращаясь в самое последнее время, активные запросы, как вы правильно сказали, на трейд-маркетинг, то есть, соответственно, промежуточные между технологиями сбыта, продаж и, собственно, маркетингами, компетенциями. Ну и, соответственно, то, что касается финансов. После Криса – это, в общем, тема, которая звучит очень актуально, так скажем. А какие инструменты трейд-маркетинга все-таки применяются при работе с дистрибуторами? Потому что я в вводной части сказала о своем негативном опыте, что это, как правило, либо обучающий, развлекающий или мотивирующий, как называют, семинары с выездом за границу, с пьянками, с подарками. И больше, как правило, мало кто что использует. Какие есть инструменты в трейд-маркетинге? Ну, на самом деле, я бы выделила, наверное, две такие большие группы. Одну группу называют классические маркетинговыми коммуникациями, то, о чем вы вспоминали. То есть любые формы обучения, наставничества, на самом деле, то есть ведение вот такого информирования дополнительного, ну, в частности, проведения, скажем, тех же мероприятий, от которых неправомерно ожидать отдачи конференций, дилерских, дистрибуторских. Это вот классика трейд-маркетинговой активности, маркетинговой активности и трейд-маркетинг. Одно из самых популярных и реально очень хорошо работающих инструментов – это конкурсы, например. Ну, и целый блок других дополнительных мероприятий, акций, различного рода акций, которые проводятся в сети, в дистрибуторской. Но именно конкурсы – это та великолепная технология, которая позволяет одновременно увеличивать объемы продаж и повышать лояльность дистрибуторов к поставщику. То есть она имеет в своей составной части два результата, так скажем. Ну, об этом, я надеюсь, мы поговорим чуть позже, более подробно. А на ваш взгляд, сегодня период управления производителя или дистрибутора? Кто кому выкручивает руки? Потому что с разных позиций абсолютно принципиально разные точки зрения. К сожалению, и не производители, и не дистрибуторы, период розничных сетей, они как раз все двум другим перечисленным категориям выкручивают руки. Татьяна, какие существуют модели дистрибуции? Модель дистрибуции – это на самом деле специфическая структура каналов, которую использует поставщик. Ну, то есть существуют, например, базовые основные каналы. Мы можем развивать собственные продажи, прямые продажи. Например, мы производили индустриальные, и, собственно, делаем поставки крупным корпоративным клиентам. Мы можем прямые продажи делать через филиалы, сеть торговых филиалов. Ну, вот самые популярные, например. И целый блок большой каналов через посредников, начиная с дилеров, поставок в розничные сети, франчайзинговый – очень интересный канал. Мы можем делать промежуточные каналы в виде торговых представителей, которые работают на базе дилеров. И вот эта специфическая конфигурация, выбранная компанией, в зависимости, как вы правильно сказали, от маркетинговой стратегии, она и будет как бы моделью дистрибуции. Я вас спросила в Блице, выбор моделей дистрибуции зависит от маркетинговых задач компании? И вы сказали… Обязательно. Вот, в зависимости от каких маркетинговых задач компании, какие модели целесообразно выбрать? В большинстве случаев, если не смотреть на специфику бизнеса, вот если как бы сказать, что есть некоторый такой универсальный совет, который подходит всем, то, как правило, он звучит следующим образом. Начинать с посредников, скажем, с дилеров, либо с дистрибуторов. Потому что здесь минимальные затраты, и, собственно, именно эти каналы позволяют в максимальный короткий срок достигнуть клиентской базы нашей, ну, например, конечных наших потребителей. Вот, в первую очередь, именно они рекомендуются. Но у нас могут быть специфика, связанная, скажем, с нашими задачами стать лидером, абсолютным лидером, скажем, в России, и тогда в большинстве компаний они будут выбирать работу со своими собственными каналами, говорят, нет, мы открываем филиалы, потому что это полный контроль над регионом, иначе мы его достигнуть никогда не сможем. Это тоже совершенно правильно. Филиалы также или прямые продажи, возможно, тогда, когда у нас размер поставки бывает очень большой. Почему, вот, например, в кризис одно из известнейших, крупнейших подразделений Хенкеля изменило, у них была модель дистрибуции в составе трех-четырех дистрибуторов, они поменяли на прямые продажи. Это очень рискованный шаг, на самом деле, потому что как только вы забираете продажи у дистрибутора, вы получаете врага. Вот, но тем не менее... И какие риски со стороны этого врага? Что может сделать враг в лице бывшего дистрибутора? Ну, там единственный шаг, что он делает всегда, на самом деле, он просто меняет ваш товар на товар конкурента, и у него есть клиентская база, налазованные отношения, он делает туда поставки. То есть вам получается очень сложно зайти в этого того же самого конечного клиента. Но тем не менее, вот это подразделение, оно как бы справилось с этим в кризис. Они получили как бы то, что они отдавали маржу дистрибутору, они пустили на развитие своего собственного прямого подразделения, так как у них было ограниченное количество. То есть если бы, например, у них было, не знаю, пять сотен этих прямых корпоративных клиентов, это бы не получилось. Но как их было ограниченное количество, то, собственно, им удалось войти в них и, собственно, расширять продажи. Эффективная получилась модель. А при каком количестве клиентов целесообразно такое поведение? Вы говорите, при пяти тысячах проблематично, а при каком количестве непроблематично? А вот при каком количестве, это опять идем в пункт, смотри, пункт один, управленческие учеты, сколько у нас, собственно, затрат мы тратим на обслуживание этого клиента. Начиная с, например, дистрибутор у нас берет на себя функцию логистики. То есть за этим, на самом деле, очень много. Это не только затраты по транспорту, это затраты по складу. На склад и на хранение товарных запасов. Это огромная часть в затратах по дистрибуции. Соответственно, если это мы принимаем на себя, появляются как бы у нас дополнительные сдержки. У нас есть штат, который, получается, тоже должен работать люди, тоже затраты. Вот, собственно, мы калькулируем все это, взвешиваем, осмотрим те выгоды, скажем, в трех-четырехлетней перспективе, которые получаем, и дальше уже принимаем обоснованные решения. А для каких еще задач, кроме задачи стать лидерами на российском рынке, применима эта технология? Прямые продажи, ну вот, по сути, как бы базовые два параметра. Это действительно лидирующая позиция, это размер поставки. И чем дальше, тем больше мы сталкиваемся с внешним очень серьезным фактором обострения конкуренции. На самом деле такая ситуация получается, что посредники, они по-любому, они экономически эффективны тогда, когда они работают с несколькими поставщиками. Они никогда не будут работать там исключительно с вами, с одним. Даже самые, не знаю, продвинутые, известные бренды, типа General Electric, бытовое подразделение, все равно их дилеры держат не больше 50% в своем обороте продукции General Electric. Остальное будет отдано сторонним поставщикам. Вот, соответственно, получается так, что продают не только вас. И с ростом конкуренции может оказаться, что вы теряете долю. Вот алкогольщики с этим давным-давно столкнулись, и зарубежные алкогольные компании, например, какую модель дистрибуции имеет водка Абсолют в Европе и в Штатах. В Штатах найден неконкурирующий производитель Gino. В соотношении 50 на 50 создана дистрибуторская компания. Это не полностью их затраты, но это отличный управляемый канал. А в Европе они нашли еще таких три неконкурирующих, то есть 25-25-25. Сделана тоже также одна дистрибуторская компания, они продают. То есть рост конкуренции тоже способствуют тому, что мы больше обращаемся к своим каналам. А с вашей точки зрения обращение производящей компании к дистрибутору, который занимается дистрибуцией продуктов конкурентов, это адекватное решение? За этим, на самом деле, стоит тоже принципиальная позиция и отношение производителя к статусу, к требованиям к тому статусу, который он как бы называет партнера, торговый партнер называет дистрибутором либо дилером. Ну и один и второй вариант возможен. Возможно и требование достаточно жесткое не работать с конкурирующей продукцией, но, как правило, такого сорта там дилеры либо дистрибуторы не бывают большие по объему, они очень часто бывают специализированные, то есть они выбирают какую-то, ну, несколько товарных категорий, в них работают. А вот крупные дистрибуторы, с ними такая политика, ну, просто невозможна. Мы продолжим более подробно об этом через несколько минут на Финам.фм. Очень короткий блок новостей. Напоминаю, что слушатели слушают сейчас программу «Маркетинговая среда». Доброе утро всем, кто присоединился к нашей программе только сейчас. Напоминаю, что мы сегодня говорим о маркетинговых технологиях работы с дистрибуторами и об оценке эффективности. Мой гость – генеральный директор «Юнинг-консалтинг» Татьяна Сорокина. Татьяна, доброе утро еще раз. Мы с вами в прошлом блоке остановились на вопросах, косвенно касающихся выбора дистрибутора. Скажите, пожалуйста, по какому алгоритму на сегодняшний момент компания, которая только начинает подобную деятельность, должна выбирать своего дистрибутора? По каким параметрам? На самом деле, в большинстве случаев существует две процедуры. Первая процедура – это процедура реформирования существующего клана, так скажем, дистрибутора. И вторая – это отбор новых. Но в основе все равно лежит глобальное понятие отношения к дистрибутору, как к торговому партнеру, работающему в большинстве только с нашей, например, продукции из этой категории, либо нет. Это одно из креугольных, так скажем. За рубежом даже есть такое понятие критической массы, они отчитывают в процентах, а сколько, собственно, наша продукция занимает в обороте торговой компании. И существует несколько критических ступенек, так скажем, этой вот массы. Это очень важно. И те компании, которые идут на наращивание своей критической массы, они как раз будут работать с огромным количеством средних либо мелких дистрибуторов. За этим большие вложения в логистику, ну, в общем, очень хорошо управляемая система. Противоположная ситуация, когда выстраиваются иерархические структуры, выращивают крупных дистрибуторов, вот, их, как правило, бывает несколько, не так много, и в большинстве случаев все-таки там критическую массу достичь крайне сложно. Вы сказали, выращивают. Выращивает кто? Производитель? Да, конечно. Процесс взращивания. Конечно. Какова технология? Конечно. И в чем смысл взращивания дистрибутора, который завтра может вообще уйти из-под контроля. И такие примеры абсолютно известны на рынке, когда бывший дистрибутор запускает абсолютно конкурентную производственную линейку и берет дистрибуцию под себя. Да, я понимаю, о чем вы говорите. На самом деле никто не начинает как с больших объемов. Вот еще идет разговор. И, соответственно, когда ты показываешь мне небольшие объемы, я тебе даю относительно небольшие скидки, я тебе даю не так много финансового кредитования от срочек товарных кредитов, я тебе даю хуже условия по трейд-маркетингу, вот по условиям по коммерческой политике. Дальше это, например, первый статус. Ну, назовем его кандидат-дистрибутор. Потом, предположим, мы выходим на средние объемы, мы даем ему дополнительно, и он участвует в продвижении нашей торговой марки, начинает участвовать, сам вкладывает в это деньги. И проходит уже, ну, скажем, там, 2-3-4 года некоторое количество времени. Это средний дистрибутор. И вот следующий этап, когда остается не так много дистрибуторов, ну, сколько вот я знаю с практики, это обычно до 10, от 5, ну, 5, 6, 7, самое, наверное, такое типовое число, что ли, этих дистрибуторов, которое может быть. Здесь уже перекладываются функции распределения, вот то самое, что мы говорили, что товар разгружается из склада дистрибутора, сразу же производитель перегружает на их склады, и дальше как бы все, это распредцентр как бы наш непосредственно. Планирование очень четко. Эти дистрибуторы подвязываются на планирование, и обещают, что мало того, что как бы их статус уже предполагает, что их годовой объем будет не меньше, чем, они квартально подписывают, например, планы по маркам, по ассортиментным позициям, и говорят о том, что они эти планы будут выполнять, они за это бонусируются, да, премием за это выплачивают. А в случае невыполнения планов? Премия решается, он просто не получает эту премию. И все? Ну, там расписано, скажем, да, если ты выполнил план на 80%, то тебе там выплачивается такое-то столько-то от объема, если, соответственно, это, то тебе выплачивается столько, ну, там несколько лестниц предусмотрено, и, собственно, как бы... Ну, то есть абсолютная такая мотивационная линейка подразделения, занимающегося стимулированием сбыта внутри компании. И дополнительно функции сервиса. То есть если это индустриальный рынок, там будет огромное количество сервисных функций по гарантии, по послепродажному обслуживанию, по сервисному, и, как правило, там должно быть в штате, скажем, не менее там трех-четырех обученных сертифицированных специалистов, которые будут выезжать по заказу. Соответственно, если это FMCG, потребительский рынок, это будет логистика в большей степени, развоз, чтобы развоз был по точкам, точки размера не меньше, количество доставок не меньше и так дальше. Но это тоже как бы требование по сервису. Это портрет уже крупного официального или главного дистрибутера. Очень часто как бы используется такое понятие главный дистрибутер. Это три уровня, ну, например, которые мы встречали при федеральном развитии систем дистрибуции на территории аналогичной России. То есть если бы мы с вами были регионами, региональными поставщиками, нам бы хватило двух уровней, на самом деле. Скорее всего, мы покрыли бы свою там область, либо край, например, одним, либо двумя уровнями. Здесь вот федеральный сбыт, он предполагает трехуровневую систему очень часто. Татьяна, а каковы стадии развития системы дистрибуции? Я в ваших публикациях при подготовке программы о них очень подробно читала. Вот если можно коротко, и в какой момент времени компании необходимо переходить к следующему этапу, когда она понимает, что она подзадержалась в предыдущем периоде? Ну, самый основной, конечно, критерий, это как идут продажи. Тут другого критерия особенно и не придумаешь. Когда-то там, скажем, на потребительских рынках несколько лет назад прекрасно все и так продавалось, если мы давали скидку дистрибутору. У нас была основная задача загрузить дистрибутора по максимуму. Это первый уровень. Мы вводили статусы, разграничивали территории, например, либо другие зоны влияния, зоны работы дистрибутора. И, собственно, этого хватало. Потом оказывалось, что да, у дистрибутора на складах, но это не отгружается дальше, это не уходит дальше. Поэтому необходимо было предусмотреть организацию работы дистрибутора с его клиентами. Пока еще просто очень грубо. Максимальная интересная розница, например, на его территории, максимальные заказы, все. И нужно было придумывать уже трейд-маркетинговые программы, совместные с дистрибутором по работе с розницей, с той самой. Ну и последний уровень, третий уровень, не уровень даже, а как бы этап развития в отношении, это когда оказывается, что без вмешательства в продажи в рознице, то есть в клиенте дистрибутора, мы уже не можем выходить на плановые объемы продаж. И, соответственно, тогда вот и возникает детализация сегментации клиентов дистрибутора, придумывания, а какой же будет заказ по ассортименту оптимальный от каждого типа клиента, это очень четко соблюдение рекомендованных цен. То есть здесь система обрастает множеством условий и обязательств, как бы с двух сторон, вот так скажем. А кто является инициатором этих условий? Потому что я вас спросила в Блице, производитель может или должен вмешиваться в работу дистрибутора с розницей? Вы сказали да, очень уверенно. Правильно ли я понимаю, что мы сейчас говорим именно об этом факторе? И кто инициирует вот эти условия? Производитель должен их инициировать? Или дистрибутор их инициирует? Или выступает с каким-то предложением? Безусловно, так как это сеть и задача довести свой товар до конечника производителя, именно основная задача это производителя, безусловно. Опять же, у дистрибутора могут быть другие задачи, связанные с чем угодно. На самом деле для него основное это не доля рынка производителя, а тот доход, который он будет иметь на каждой ассортиментной позиции. И этого поставщика, другого поставщика, 25-го поставщика и так дальше. То есть у него все принципиально другие задачи. Он никогда не построит розничную сетку так, чтобы это было выгодно этому производителю. То есть без его вмешательства. Большинство компаний, вот, кстати говоря, во время кризиса, ну, многие, может быть, не большинство, но очень многие озаботились как раз этим моментом. Буквально просчитывали, ну, скажем, количество розничных точек в этом городе. Вот одна из наших клиентов, косметическая компания, они просто посчитали, вот в каждом миллионнике сколько точек, соответственно, какой план по именно этому типу точек мы будем выставлять дистрибутору. Посмотрели, сколько он продает текущим своим клиентам, да, появились дополнительные нагрузки по текущим, плюс по расширению новых. И только так. А дальше это, конечно, согласовывается с дистрибутором, но всегда это компенсируется, там, премиями, долгосрочным развитием отношений, специальными ценами, поэтому... Это взаимовыгодно. Такой очень распространенный вопрос, а что делать, если дистрибутор вот при подобных разработках и инициативах начинает, ну, как бы это корректно сказать, самореализовываться в дополнительных условиях? Ну, то есть у него есть возражения против, начинает отжимать по цене, ну, то есть такой конфликт интересов, когда возникает. И он возникает зачастую, по крайней мере, то, что я слышу от своих клиентов, производителей. Ну, как бы конфликт, в первую очередь, его, конечно, нужно рассматривать как благоприятный фактор развития системы дистрибуции, потому что это тот двигатель прогресса, который позволит нам, в общем-то, двигаться вперёд по-любому. Очень страшно, и последствия бывают самые негативные, конечно, когда конфликты приводят к разрыву отношений. То есть нам нужно иметь целый блок таких превентивных мероприятий конструктивного развития конфликта, вот так бы я сказала. То, что в этом конфликте, как правило, дистрибутор, он и выставляет пакет шантажиста, ну, на уровне, ну, значит, придётся прекратить отношения. При реформировании системы дистрибуции, по нашим оценкам, 5-10% производитель теряет своих дистрибуторов по количеству. Это неизбежно. Зато остальные начинают работать на тех условиях, которые предлагает поставщик. Это в какой промежуток времени потери происходит? А при любой ситуации реформирования, как правило, реформирование занимает до двух лет, до двух, до трёх лет вся процедура. То есть в течение этого срока 5-10%. Процентов, да, мы, скорее всего, потеряем. Зато по оставшимся, опять же, у нас возрастут объёмы продаж, потому что там будут соглашаться с нашими условиями, идти на них, и продажа там наверняка увеличится. Поэтому как бы здесь результат практически на 90% он обеспечен. А вот с точки зрения вмешательства производителя, производитель, вы рекомендуете производителю как-то вмешиваться или рекомендовать или настаивать на определённых розничных точках для входа дистрибутора по количеству СКЮ, например? То есть в чём ещё это вмешательство может, кроме условий взаимодействия, проявляться? Мера вмешательства, она, опять же, разная. То есть вот зависит от этапа. Большинство российских компаний, скажем, там, индустриального рынка или FMCG потребительского рынка, они всё-таки находятся на второй стадии, в которой мы определили, что самое главное – максимальный заказ от клиента-дистрибутора. Поэтому максимальный заказ возможен от наших целевых розничных точек, например, мы определяем точно целевые розничные точки и определяем ориентировочный заказ, который был бы оптимален. Плюс-минус, конечно, возможно, но, тем не менее, задачи по развитию размера заказа, они тоже стоят. То есть это вот та мера вмешательства, которую, на наш взгляд, как бы очень многим компаниям сейчас является оптимальным. Больше не надо. Больше имеют, например, сейчас пивные компании, табачные компании, там гораздо более жёсткие требования и многообразные. Но большинство рынков, оно пока ещё, этих требований бывает достаточно для качественных продаж запланированных. Татьяна, каковы ключевые функции торговых посредников при работе с маркой? Прямо, если можно, там, один, два, три. Ну, в большинстве случаев очень важно, чтобы, конечно, компания вкладывалась в продвижение, компания-посредник. Для этого предусматриваются, например, совместные планы рекламы стимулирования сбыта, которые подписываются двумя сторонами, являются реально управленческими документами, которые действуют, ну, скажем, в течение года. А вы рекомендуете финансирование вот этих вот планов по продвижению, возлагать на кого? Да, это совместный план рекламы стимулирования сбыта. В большинстве случаев фонд делится, бюджет делится обычно 50 на 50, но если вы начинаете с стартового, либо с партнёром, либо с регионом, то, скорее всего, вы будете уменьшать его долю вначале, а увеличивать свою, и потом уже выходить на вот паритетные основы 50 на 50. То есть это первая функция, это, конечно, функция продвижения, но, в общем-то, действительно неплохое знание. Нам важно, чтобы сотрудники дистрибутора знали товар, умели его продавать, два ключевых навыка, так скажем, и знания, которые должны присутствовать. Это тоже обязательно, конечно. Ещё есть какие-то важные факты? По продвижению торговой марки. Ну, на самом деле, всё остальное является, я думаю, то есть есть ещё какие-то параметры, которые отслеживают производители, но это, собственно, как бы является уже результатом вот этих первых двух. То, о чём я говорила, многие отслеживают критическую массу, только сколько в обороте дистрибутора имеет непосредственно наша марка. Это критерий вот вовлечённости в продвижение марки, так скажем, в вовлечённости дистрибутора в наш продукт. Прервёмся ненадолго. У нас короткие новости на Финамофом. Итак, ещё раз доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире «Маркетинговая среда», тема программы «Маркетинговые технологии работы с дистрибуторами оценки эффективности». Мой гость – генеральный директор «Юнит-консалтинг» Татьяна Сорокина. И в прошлом блоке мы закончили разговор на теме ключевых функций торговых посредников при работе с маркой. Мы отчасти затронули тот вопрос, который я задавала, поэтому я повторюсь в нём, но с другой стороны. Татьяна, какие ключевые стратегические ошибки совершают производственные компании при построении дистрибуторской сети вот сегодня? Я думаю, что первая ошибка, с которой мы в большинстве сталкиваемся в большинстве случаев – это отсутствие временных перспектив. То есть отношения с дистрибутором – это всегда долгосрочные отношения, это не договора купли-продажи, это именно выстраивание долгосрочных отношений. Поэтому мы говорили про статусы, про соответствие, про изменения, про динамику статуса дистрибутора, по определению перспектив развития для него в рамках работы с нашим брендом. И действительно, это пока ещё осознание как-то не очень сильно распространено и развито среди очень многих производителей. Вторая типичная ошибка, могу проиллюстрировать её на примере, наши коллеги, которые работают в Киеве, очень интересная компания, долгое время были консультантами, и во время кризиса они решили создать дистрибуторскую компанию самого передового и высокого международного класса. Поэтому они решили установить у всех дистрибуторов программное обеспечение, которое позволит, в частности, отслеживать остатки в рознице. Взяли они в пол порядка девяти дистрибуторов, проводили предварительную подготовку, обучение и так дальше. И, собственно, когда был запущен проект, оказалось, что отчёты из розницы идут только от одного дистрибутора, вот как раз от нашего коллеги киевского. Все остальные как бы по-прежнему игнорируют. Но очень характерно, какая была реакция производителя. То есть когда первое, что они увидели, идёт разговор производителей-кондитерки о них. Первые отчёты, которые они увидели от дистрибутора, продажи недостаточные, причина дистрибутора плохой. Других вариантов быть не может. Но когда пришли отчёты от розницы, то директор коммерчески схватился за голову и сказал, боже мой, ну с этим проектом нужно что-то делать, ведь из розницы не уходят. То есть это одна из самых, на самом деле, распространённых ошибок производителя. То есть они видят не очень далеко и не очень глубоко. И, собственно, проецируют на дистрибутора, возможно, какие-то проблемы более глобальные, связанные с их маркой, с их системой продвижения, с чем-то ещё. Хотя на самом деле, как бы, да, там, проблемы гораздо там либо дальше, либо глубже. Вот так можно сказать. В работе уже с розничным звеном. Ну вот вы намекнули, скажу так, на то, что причина, одна из стратегических ошибок, в том числе, недальновидность, да? Так вопрос такой, как выглядит эффективное подразделение работы с дистрибуторами внутри компании? Как должно выглядеть? Функционал, цели? Как? Ну, именно в подразделении по работе с дистрибуторами исключительно важно, как бы точно определить, какое количество партнёров может ввести у вас менеджеров, потому что это уже не просто клиенты, это действительно партнёры. И получается, что часть функционала, часть работы будет связана далеко не с продажами, вот опять же то, что называется, с выстраиванием отношений, с коучингом, работой по товарной линии, пояснением, разъяснением там преимуществ и так дальше. Поэтому, как правило, вот нормы закреплённые, как бы это, как многие компании имеют, например, за менеджером мы закрепляем в районе 20-30 клиентов, ну, например, да? Соответственно, то, что касается работы дистрибуторов, как правило, это количество бывает всё-таки несколько ниже. Ну, а, собственно, все остальные функции, они примерно одинаковые. Также ложатся функции отслеживания дебиторки и, соответственно, как бы всех превентивных мероприятий по сокращению, либо как-то предотвращению. Очень часто продажники по-прежнему все тренд-маркетинговые функции не только курируют, но зачастую разрабатывают, обосновывая тем, что как бы маркетологи некачественно это делают, они как бы не знают, что на самом деле нужно дистрибутору. То есть тоже получается, что целый блок на этом обязательно лежит. Ну, и, собственно, как бы очень важно, это хорошо продуманная отчётность и, соответственно, отчётные формы заполнения. Вот функционали, на самом деле, они тоже могут занимать, ну, немалое время. Например, мы хотим с вами быть уверенным, у нас есть там две либо три ходовые позиции, и мы решили, что мы будем отслеживать остатки на складах дистрибутора по этим двум-трём самым ходовым. Потому что если не будет этой позиции, то будут брать конкурента. Нам нужно это обеспечить. Мы даже в коммерческую ввели, определили, что вот, если вы будете отслеживать, то, соответственно, мы вам дополнительную премию. Но, во-первых, у вас должен быть человек, который просто тупо сверяет те отчёты, да, дистрибутор вам согласился, да, предоставлять отчёты, сверяет отгрузки с этими отчётами. Потом существует два типа проверок, которые будут тоже лежать на менеджере. Они как бы есть регулярные такие, сквозные, так называемые, разовые, непредсказуемые. Это тоже как бы в его функции будет входить. Ну вот как минимум, например, это вот одна позиция, мы рассмотрели. А какова, с вашей точки зрения, должна быть правильная система взаимоотношений между вот этим подразделением по работе с дистрибуторами и маркетинговым подразделением компании? Потому что это тоже такое, вы заикнулись о том, что это некий конфликт, потому что специалисты данного подразделения убеждены, что маркетологи не знают, как работать с дистрибуторами, а маркетологи вообще каким-то образом участвуют в разработке данных стратегий, постановке планов и так далее? Или должны участвовать, вот по вашему мнению? Ну, факт заключается в следующем. Действительно, наверное, в большинстве российских компаний существует, если там не конфликтная ситуация, то как такого... Напряжение. ...членного, да, такого как бы, да, противостояния между этими двумя подразделениями. В любом случае продажники и маркетологи, и у них совершенно, получается, разные цели и задачи. И зачастую очень важно просто понимать, как бы, чье слово, условно говоря, является последним, то есть кто же все-таки главный в этом случае. А чье должно являться последним, с вашей точки зрения? Кто главный в этом случае? Да, получается, как бы, ситуация типичная. Вот если мы говорили, что у нас есть там три этапа развития дистрибуции, и нам пока вот в настоящий момент с учетом нашего уровня конкуренции важно получить максимальный заказ от клиента-дистрибутора, то в большинстве случаев в этом, в такой конфигурации коммерческая служба будет определять. Вот как только мы будем переходить, например, на третий уровень, когда нам исключительно будет важна работа с потребителем, уже с розницей, с конечным потребителем, будет главный маркетинг. Именно он будет определять и ставить задачи продажникам. И это правильно? И это будет правильно, да, конечно. Татьяна, какова система мотивации сотрудников, которые работают с дистрибуторами внутри подразделения? То, что я приведу пример, такой недавний у нас был один из клиентов, которых мы диагностировали, и стояло в качестве проблемы, выставлялся вопрос о том, что вот количество дистрибуторов на сегодняшний момент зафиксировалось и никак не растет. Когда начали копать и диагностировать, выяснилось, что коммерческий директор с каждой отгрузки уже существующего дистрибутора имеет достаточно хороший процент. И в совокупности этот процент составляет такую сумму, но при которой, честно говоря, я бы мало хотела работать. Вот с вашей точки зрения, правильная мотивация какая у подразделения, работающего с дистрибуторами? Я, наверное, не очень поняла. То есть процент имеет коммерческий директор... Да, от каждой отгрузки дистрибутора. Производителя или чей? Да, производителя, производителя. Коммерческий директор, производителя. Соответственно, подразделение, которое у производителя работает с дистрибуторами, какова система мотивации рекомендуется для сотрудников этого подразделения? Мотивационные сетки будут очень близки с мотивационными сетками для самого дистрибутора. То есть если у нас есть задачи на приросты, очень четкие задачи на приросты, соответственно, мы вводим это в KPI и выставляем прямо четко плановые показатели. И очень часто это уже делается с учетом некоторой изначальной шкалы. Например, мы говорим, рост рынка. Мы ориентируемся на рост рынка. Мы считаем, что в этом году рост рынка 10%. Мы хотим иметь опережающий рост. Соответственно, выставляем KPI по опережающему росту. Также могут быть KPI, связанные с развитием клиентской базы. Это тоже очень важно. Это как бы количественные показатели. И размер заказа очень многие определяют и тоже как бы вводят в составы KPI. Но опять же, мотивационные сетки, они так же, как мотивационные сетки дистрибуторов, зависят от того, насколько конкурентны рынки. И бывают более такие сложные. Даже вот система сбалансированных показателей, они выпустили толстенную книжку, там KPI для маркетинга и сбыта. Там их просто какое-то невероятное количество. И очень как бы изощренные и точные. Вот это вот как раз третий этап развития, когда мы стараемся уже отследить всю цепочку прямо до конечного потребителя и выстроить. И там реально очень сложные KPI. Вначале они простые, вот, ну, например, те, которые я называла. Да, вот второй, третий этап, они могут быть более простые. Татьяна, я вас спросила, в Блице система организации дистрибуции брендированного и небрендированного товара идентична, и вы сказали нет. В чем разница? На самом деле небрендированный товар пока, наверное, у нас принято называть биржевым товаром в большей степени, и в большей степени на него распространяются те правила, которые относятся к биржевому. То есть здесь вот именно выстраивание долгосрочных отношений, приверженность бренду вообще не стоит. и здесь очень часто выходим на объемные показатели, ну, при устраивающей нас там какой-то минимальном уровне прибыльности, рентабельности этого товара. Вот, то есть сама по себе задача сети, она вообще не стоит. Поэтому нам очень важны именно объемные показатели, и никакие дополнительные требования по сервису, вот о чем мы говорили, там, по логистике, по сопровождению, они к дистрибутору, ну, это просто будут оптовики. К оптовикам вообще не предъявляются, получается. Вот нам есть основная задача, это объем. Есть три типа цены в зависимости от того, какой ты берешь объем, и все. При этом в системе ценообразования что-то меняется в небрендированном товаре? Ну, она получается очень простая, очень примитивная. То есть правила первой цены? Да, правила, в общем-то, там, двух-трех цен, в зависимости от тех объемов, которые ты берешь. С вашей точки зрения, как правильно выстраивать систему скидок при работе с дистрибуторами? Частично уже касались этого вопроса. Вот тоже хотелось бы прям такими рекомендациями. Ну, после введения закона о торговле у нас серьезно изменились подходы, и у нас появилось гораздо больше ограничений именно в этом направлении. И вот то, что называется мотивационными программами, хотя по-прежнему они являются частью коммерческой политики, они теперь у нас, к сожалению, вносятся не в цену. То есть мы не можем включать эту цену на счете, так называемую. Но мы вводим это в другие переменные, в частности, в примирование. Те же самые планирование продаж, да, выполнение требований, например, по соблюдению рекомендованных цен, либо по развитию клиентской базы мы будем вносить именно в примирование. В цену мы, к сожалению, это уже не можем внести, по нашему налоговому законодательству, в частности. Вот поэтому по ценообразованию принципов получается значительно меньше, и вот в этом случае мы просто уже практически всегда отсылаем к учетной политике компании. Вот реально ценообразование, система такая, ну, внешнего, предъявляемого внешнему миру ценообразования, она будет в значительной степени зависеть от учетной политики. Вот как скажет бухгалтерия, так и будет делом. А все остальное мы будем заводить либо в маркетинговые договора, либо, соответственно, в официально разрешенные премии. А налоговым законодательством у нас разрешена эта премия. Либо в специально оформляемые маркетинговыми договорами. Вот эти мотивационные программы. То есть вот получается, что значительно проще. Есть, конечно, рынки индустриальные, где пока еще, ну, таких вот жестких требований налоговая не предъявляет. Скажем там, первые арбитражные суды по пивникам прошли в 2005 году, где им было указано вот как раз на какие-то такие моменты, связанные с нарушением. Индустриальные рынки по-прежнему, насколько я в курсе, не изобилуют такими судами. И по-прежнему они еще могут в цену вносить очень много. То есть это тот случай, когда законодательство встало над маркетинговой логикой. Мы очень, наверное, недолгий срок уйдем на новости на Финам.ФМ, потом вернемся к разговору. Доброе утро. В эфире программа «Маркетинговая среда». И мы сегодня с генеральным директором Юнит-консалтингом Татьяной Сорокиной говорим о маркетинговых технологиях работы с дистрибуторами и об оценке эффективности. Вот на именно этот блок я бы и хотела переложить все наши разговоры с вами об эффективности. Скажите, пожалуйста, начну с того, какие факторы обеспечивает сегодня рост продаж через дистрибуторскую сеть при снижении рынка? Факторы, обеспечивающие рост продаж при снижении рынка. Предполагается, что мы выстроили базовые все принципы, и у нас действительно снизился рынок, и мы теперь планируем, так скажем, опережающий рост рынка продаж. То есть у нас, условно говоря, есть две группы факторов. Факторы, когда мы строим дом, мы сначала делаем фундамент, фундаментальный фактор, их всего четыре, как правило, базовых. Это мы продумываем статусы и структуру, под них прорабатываем систему отбора, второй параметр, выстраиваем систему ценообразования, мотивации, третий фактор. И четвертый фактор, мы проводим потом регулярную оценку. Прошел год, и мы оцениваем работу, потому что нам нужно понимать, сколько мы маркетинговых, финансовых и других ресурсов будем нашему партнеру выделять. Это базовое. Предположим, что у нас все это есть. Соответственно, при снижении рынка этого уже мало, и нам нужно предусматривать блок, касающийся дополнительно, например, развития трейд-маркетинга. И здесь, опять же, от рынка к рынку где-то очень хорошо работают конкурсы, где-то они не работают, и нужно просто дарить подарки, либо предусматривать другие мероприятия, которые обычно называются так, что бюджет, мы выделяем бюджет на целую серию каких-то мероприятий, как бы неоговоренных. И один из наших клиентов, я помню, сказал, что очень нужно иметь крепкую печень, чтобы этот бюджет выдерживать. Целый блок трейд-маркетинга, получается, блок, который касается, например, развития инвестирования в сервисные функции различного рода. На самом деле, очень многие производители помогают, и логистику кредитуют, развивают, и сервисные функции помогают развивать. То есть это уже развитие бизнеса, получается, целый блок направлений. Многие обеспечивают дополнительный сервис, связанный с IT-технологиями. Очень многие компании, сейчас производители ставят программы бесплатно у дистрибутеров, которые позволяют им в онлайне делать заказы. Временные часа, часовые пояса у нас теперь, получается, не важны. То есть ты не связан ни с телефоном, ни с чем, ты можешь в любой момент как бы оформить заказ и сделать отгрузку товара, например. То есть это тоже дополнительная сервисная функция, которая позволяет увеличить продажи при развитии рынка. Очень тщательно выстроена политика работы с ассортиментом, категориями. Мы не встречали, чтобы от региона к региону ассортиментная матрица воспроизводилась. То есть она пересекается там иногда на 20%, иногда на 50%, но не больше. То есть очень четкое понимание, как, в каком регионе, какой ассортимент будет лучше. Да, лучше и, собственно, как бы в этом направлении работать тоже получается. Это дополнительный сервис, который, как правило, дистрибутору оказывают и который повышает его продажи. Ну, помимо маркетинговых коммуникаций в виде обучения, всего-всего, дополнительно про что мы говорили. Там, конечно, сотрудники будут меняться у дистрибутора, но по-любому альтернативы все равно этому нет. Все равно нужно учить. А какими инструментами вы оцениваете эффективность работы с дистрибуторами? Ну, мы как консультанты вообще максимально стремимся к формализации, чтобы это была не оценка, потому что менеджер сказал, что дистрибутор хорошо работает. Ну, например, будет разработана анкета из 10-15 пунктов, в которой будут отражены 5-6 градаций конкретных показателей. Например, у него приросты были от и до, от и до, от и до. Вот три варианта. Он получает возможные баллы. Там 3 балла, 5 баллов, 10 баллов. Соответственно, по результатам, и так 10 пунктов. 10 пунктов мы имеем оценку его работы в течение всего года. И здесь будет заведено и его финансовая дисциплина дополнительная, и его работа с клиентской базой по расширению, по расширению разовых заказов существующим клиентам. То есть целый блок дополнительный. Готов ли он со всей ассортиментной нашей ринейкой работать, либо как-то какая доля конкурентов, если она есть, например. То есть целый ряд параметров позволят нам очень четко определить, какую позицию, какое будущее мы имеем с этим партнером непосредственно. И вот это ежегодно, конечно, очень важно проводить. И мы, в общем, очень рекомендовали бы делать это формализованно, с тем, чтобы понимать, опять же, на следующий год, кому сколько распределять трейд-маркетинговых, например, тех же самых бюджетов. Кого мы развиваем, а кому просто все-таки имеет смысл подумать кого-то другого на этой территории. Открыть и развивать. Это тоже как бы конкретный вопрос. Но есть еще и более, конечно, такие изощренные методы оценки. Вот опять же, те же самые системы сбалансированных показателей, она предлагает целую серию таких методик. Но пока, наверное, это несколько избыточно для очень многих компаний. Вот более или менее простые такие технологии, они тоже очень неплохо позволяют ориентироваться. Татьяна, а существуют ли какие-то маячки, которые свидетельствуют о том, что потенциал дистрибутора при всех его показателях, он еще не исчерпан до конца? Дистрибутор, данный дистрибутор может приносить доходы в большем объеме компаний. Ну, здесь, наверное, основные два фактора вмешиваются очень серьезно. Это его собственные перспективы вообще развития. Предполагается, что среди дистрибуторов есть такая статистика зарубежная, правда, о том, что не более 5% среди них тех, те компании, которые развиваются самостоятельно. Вот оказываете вы им трейд-маркетинговую поддержку, не оказываете, у них все равно будет расти продажа. Есть какая-то, еще примерно столько же, их бывает очень много, то есть примерно 5%, там обратная ситуация. Они никогда не будут расти, оказываете вы им трейд-маркетинговую активность, не оказываете. Сильно оказываете. А вот основная масса процентов там, ну, где-то 80-85, довольно много. Это те, которые будут расти, если вы им помогаете. То есть вот как бы как минимум вот эти три типа, к ним по-разному нужно направлять как бы свою активность. А как их выделить? Какие методики есть, чтобы выделить эти три типа? Только опытным путем, спустя какие-то там два года работы? Ну, в общем, да, скорее всего, вряд ли вы сможете это сделать раньше. Поэтому то есть существует там понятие кандидат-дистрибутеры. И оно, как правило, даже на таких вот, ну, как бы рынках с высокой оборачиваемостью, мы не встречали, чтобы меньше, чем полгода присвоялся этот статус. Полгода-год, ну, как бы в этом статусе, и вы смотрите, а что происходит, как бы если там динамика, знакомитесь с компанией, выезжаете, знакомитесь с менеджментом, смотрите, а вообще куда они смотрят, как они дальше себя видят, насколько они вообще готовы на долгосрочное развитие отношений. И вот только после этого действительно вы присваиваете гордый статус, там, например, официального дистрибутера. Но кандидат-дистрибутеры, по сути, выполняет те же функции, что и дистрибутер, или на него просто смотрят, там нет финансовых и торговых отношений. Да, там, безусловно, гораздо ниже требования, там просто выставляются как бы какие-то объемные показатели, там они должны быть не меньше, чем. Но ему просто проговаривается, что вот есть определенный такой типа тестового периода времени, после которого мы надеемся на такое плодотворное развитие отношений, поэтому вот как бы будут требования следующего плана, что там по логистике, например, какие у тебя есть возможности по развитию логистического направления. Татьяна, какие маячки существуют или параметры, при которых целесообразно отказаться от работы с этим дистрибутером и не тянуть время? Есть какие-то такие критическая масса? Ну, вы знаете, на самом деле, то есть когда мы описываем какую-то коммерческую политику, мы входим из каких-то совершенно здравого смысла подходов, что, например, если идет очень важное для нас нарушение, ну, нарушение, например, территории отгрузки, либо, если у нас есть требования, не знаю, по ценовой какой-то политике, то есть если это нарушается первый раз, то это вот как бы один уровень результатов.